Такой военный КАМАЗ сегодня у дома каждого ветерана. Отсюда льются тематические песни специально для тех, кто до победного 45-го защищал родину. На одной из улиц Бахчисарая мини-парад победы устроили для 93-летней Алимей Смаиловой. Она родилась в 1927 году в селе Кокос, ныне Соколиной. Война застала ее в 15 лет. Именно тогда отважная девочка ушла в партизаны. Она неустанно боролась за родину. Сегодня ее поздравляют все. Правда, коронавирус внес свои коррективы. Людей немного и все в масках. Следующим зрителем персонального концерта стал Люман Ганиев. В военные годы был связистом с медалями на груди и грустью во взгляде. Он слушает поздравления. Вспомнили тех ветеранов, которые не дожили до праздничного дня. Нурья Бибулаев умер в ночь на 7 мая. Сегодня почтили и его память. Также к памятнику на месте, где раньше располагался концлагерь, возложили цветы. Таким образом отдали дань памяти тем, кто положил свои души на алтарь победы. Я считаю, что для нашего населения, для нашей страны это, наверное, самый главный праздник в году. Помимо КамАЗа по городу курсируют машины с военной, тематикой с флагами, фотографиями героев и музыкой. Они проносятся по улицам Бахчисарая, чтобы даже во время самоизоляции люди могли почувствовать атмосферу настоящего праздника. Наши соотечественники празднуют День Победы, используя разные форматы. И вот эти решения, которые сегодня вызывают восторг и удивление окружающих, несмотря на самоизоляцию, дают возможность нашим крымчанам действительно чествовать наших героев. Также для каждого ветерана подготовили подарки, фрукты и ягоды, продукты первой необходимости. Тельмас Аблакимова, Асан Ибрагимов, телеканал Миллет.